всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал меня зовут елена очень рада что вы заглянули на мой канал давно мы уже с вами не общались последнее время не часто снимаю видео так часто возникают идеи по съемке видео во вторых наверное все мои мысли и действия все таки сосредоточены вокруг в данный момент моего малыша которому чуть меньше двух месяцев и конечно кроме того что я занимаюсь им я занимаюсь своей работой потихонечку возвращаюсь к ней плюс у меня есть еще другие хобби а youtube не является моей основной работой вообще не является никакой работы это одно из моих хобби но тем не менее я никогда не хочу его забрасывать на совсем и когда у меня возникает вдохновение чем-то с вами поделиться такое вот желание вдохновение необходимость то я это делаю всегда с большим удовольствием и когда читаю конечно ваши комментарии вижу ваши отзывы вопросы какие-то пожелания вижу ваши лайки вашу реакцию то меня это очень радует значит что вот не просто я что-то транслирую вам и при этом нет никакой обратной связи если есть небольшая обратная связь это всегда очень приятно потому что на каждое на каждую съемку видео на монтаж на создание на придумывание и на программирование видео конечно я затрачиваю свои ресурсы энергетические временные поэтому мне конечно всегда приятно читать просто какие-то ваши комментарии просто такое вот живое не совсем живое но тем не менее общение мне безумно приятно я думаю что и вам тоже особенно тем моим верным подписчикам которые находятся на моем канале уже давно и смотрят прилические мои видео которые выпускаю не так часто и находят для себя в этих видео что-то может быть полезное или просто смотрят для того чтобы отвлечься развлечься кроме того чтобы узнать что-то новое по названию видео вы уже догадались о чем пойдет речь и если вы смотрите это видео и тем более в первый второй раз на моем канале то данная тема вас цепляет может быть зависимость от сахара или какая-то нездоровая или как по вашему мнению здоровая тяга к сладкому у вас присутствует может быть вы подумываете о том чтобы снизить потребление сахара вы понимаете что это не является полезной привычкой и вы хотите узнать как вообще это действует как вырабатывается новые привычки и взвешивайте для себя вот именно данный челлендж данный марафон данное занятие как такой способ все-таки понизить потребление добавочного сахара данный марафон оказалось был в моде и очень популярен три года назад примерно два три четыре года назад пять лет назад вот я смотрела многие блогеры этим делом увлекались я же только недавно вот буквально в июне сегодня у нас 29 июля момент который я снимаю видео я в июне стал интересоваться данной темой и посмотрела кучу 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 видео прослушала кучу опытов людей как они отказывались от сахара на 21 день на месяц на три месяца на год на полгода на три года и что они рассказывали как с какими сложностями сталкивались также я подсела на канал ксении черной это диетолог нутрициолог который снимает видео очень интересные очень профессиональные не просто видео о похудении как похудеть как сбросить лишний вес избавиться от сулита и так далее большинство а именно с точки зрения здоровья она транслирует свои видео и выкладывают нужную информацию также ведет курсы курсы я у него не покупала мне вот достаточно прислушиваться переслушиваться даже по нескольку раз некоторые видео потому что они так хорошо структурированы очень несут в себе большое количество информации и вот именно она конечно бойкотирует сахар и рассказывает почему же он бреден и что он действительно приносит нехорошего в наше тело я конечно понимаю что каждый человек на который смотрит это видео понимает что сахар не полезен что нельзя потреблять много сахара но тем не менее в нашей жизни так получается что мы не замечаем не всегда контролируем то что попадает в наш организм потому что сейчас мы живем в полном изобилии вот этих вкусов этих ароматов этих красивых кричащих ярких этикеток самые вредные продукты они находятся вот прям в доступе они уже казалось бы вы сделали покупки совершили в супермаркете подходите кассе и вот они вот эти киндеры сюрпризы буэно ферреро рафаэлки вот они разложены и тут уже схвати меня уже как кажется кричат нам что мы мы уже сделали наши покупки уже все купили по списку что нам нужно на неделю но тем не менее кто из нас выходит из супермаркета хотя бы без единой конфетки и несем мы их своим детям дети они любят сладкое они должны и сладкое вот в наших таких головах почему-то сидят эти установки мы сами на этом вы выросли детей нужно поощрять сладким не знаю сходили к врачу понравились его услуги подарили коробку конфет пришли к девушке подарили там цветы коробку конфет пошли к подруге купили там упаковку печенье каких-то интересных пригласили друзей на своде рождения обязательно кто-то придет или с тортом который подарит вам непосредственно и выявлен сами обязательно испечете всегда когда праздник всегда когда положительные эмоции мы всегда почему-то подкрепляем это сладким огромным количеством сахара потому что кажется даже такие вкусные печенья совсем не приторные ну там содержится просто килограмма килограмма сахара что в итоге получается что мы потребляем 45 килограмм сахара в год каждый человек это огромное количество когда потреблять сахар мы должны в разы в разы в разы меньше что еще самое печальное что сахар скрытый содержится в большинстве продуктов ладно мы купили коробку конфет и мы понимаем что это сладость это десерт вот это удовольствие с чайком вечерком мы значит это все скушаем казалось там одна конфетка ничего страшного но тут же мы заправляем салат майонезом там сахаром в кетчупе сахара в помидорном каком-то соусе купили пасту хотим сделать там сахар в россии купили пельмени там сахар зачем непонятно купили хлеб там сахар сделать бутерброд на бутерброд положили колбасу там сахар плавленый сырок намазали там сахар а огромный крючок а кроме этого и еще и конфетку две-три там половинку шоколадки после обеда с чайком вечерком кусочек торта иногда а что такого не на иногда же вафельку съели ой одну печенюшку подружку пришла печенье с пряниками чай попили естественно вот эти все приятные разговоры всем приятное времяпрепровождение все праздники такие высокие наши эмоции все прикреплены сахаром что в итоге получается что у нас у всех жуткая зависимость от сахара мы все сидим вот на вот это и уже слышали выражение на сахарной игле сидим и отказываемся о том что мы на самом деле сахарные наркоманы как и настоящие настоящие хотя мы тоже настоящие наркоманы ну наркоманы которые сидят на наркотических веществах они тоже считают что они могут бросить в любой момент и это только временное увлечение это нужно для чего-то чего-то поднять настроение в данный момент на самом деле никакой зависимости нет вот и большинство людей спокойно спит своем там сознание полностью которая перегружена сахаром и которая просто нас разрушает кстати говоря о наркотической зависимости а было проведено исследование на мышах конечно же мы巻ик подсадили сначала на кокаин или они уже там очень рядом сидели в общем подсадили естественному мыши они не пришли в лабораторию уже наркомаными и также их подсадили на на сахар как под oddsами на сахар ну просто давали сахарミシュ просто употребляешь что-то сладкое но как мы просто употребляешь что-то сладкое и когда большим приглашением мышам или вот этим крыском лабораторным предложили на выбор кокаин или сахар в какую сторону вы думаете они побежали в сторону сахара и в сторону кокаина 90 процентов мышей побежали в сторону сахара это невероятно почему и говорят когда говорят о сахаре говорят именно о зависимости сахарный наркоман на сахарной игле и так далее это не просто так что вообще творит сахар в нашем организме если вы еще не знали на переработку одной молекулы сахара требуется и тратится пятьдесят шесть молекул магния этого ценного вещества которые мы не часто то употребляем в обычной жизни потому что все вот эти вот минералы микроэлементы содержатся в продуктах который нас меньше всего привлекает которым невозможно привязаться которым нас не тянет с такой силой которые действительно нам нужны и наш организм их требует но мы его не чувствуем наш организм мы его не слышим спасибо кому чему спасибо сахару спасибо рекламе спасибо современному производству продуктов питания почувствовать именно вот так вот осознанно подойти к потреблению каких-либо продуктов к составлению ежедневного меню осознанно нам очень очень сложно пока мы не очистимся вот от этой сахарной зависимости конечно грубо говоря нам требуется брокколи или сельдерей в теме полезные минералы которые который там содержится но мы чувствуем вот это вот желание желание чего точно мы осознать не можем но есть какое-то желание есть какой-то неудовлетворенные вот этот состояние внутри чего-то хочется и мы таким чего-то хочется сладенького и на чего-то хочется самое простое самое дешевое самое яркое самое все что всегда под рукой в супермаркете дешево стоит сколько эти все дешевые магазины печенье стоит мало печенье и батончики хотели вроде как вот это то что мне нужно было и все в основном думаю да что сахар дает нам энергию всегда была установка сахар нужен для учебы нужно съесть шоколадку чтобы хорошо подготовиться к экзамену сахар нужен для работы мозга для работы мозга нужен не сахар мозг состоит из жира мозгу нужны полезные жиры если не хватает вашем рационе именно полезных жиров я не говорю с рафинированным дезодорированным каком-то супер очищенном дешевом подсолнечном масле я сейчас говорю о полезных жирах такие как орехи хорошие оливковое масло холодного отжима такие как авокадо и так далее вот и вот этих жиров не сливочного масла таких жиров будет много в нашем ну немного в адекватном количестве в достаточном количестве в нашем рационе то и с работой нашего мозга и с нашей энергией с нашим пищеварением все будет в порядке все будет работать как часы как такой слаженный прекрасный механизм но что дает сахар нам кажется что он дает быстро вот эту энергию например как и кофе он мы проснулись мы все шкатку тоже с утра мы проснулись у нас много энергии кажется что мы можем горы свернуть через час через полтора мы сдуваемся где энергия уже есть хочется и голова кружится сахар понизился в нашей крови крови мы постоянно устраиваем эти вот инсулиновые качели кушать захотелось чубу захотелось надо еще что-то перекусить надо еще что-то перекусить и живем на постоянных перекусах постоянно поддерживая высокий уровень инсулина в нашем организме никогда не даем нашему организму отдохнуть да и ладно бы это ой хотя тоже ничего хорошего но самое ужасное что патогенная болезнетворная флора нашего кишечника обожает и питается сахаром раковые клетки которые у всех присутствуют в спящем состоянии как уже было доказано доказательной медицины которые могут проснуться которые могут не проснуться они если что тоже питаются сахаром и любят сахар поэтому даже вот показывают хорошие более такие хорошие результаты вот химиотерапии там радио и так далее люди которые борются с раком которые исключают вообще все виды сахара мы там еще мясо и молочных продуктов но это уже так второстепенно если уже так накладывать все эти знания друг на друга конечно самое что является ядом это сахар а потом уже можно перейти к молочке и видео сейчас на самом деле не об этом чем молочка молочная продукция молоко вредно для нашего организма сейчас видео не об этом но тем не менее там тоже содержится определенного вида сахара которые лучше всего если вы находитесь в данном эксперименте отказались от сахара лучше всего и эти виды сахара тоже исключить собрав эту всю информацию очень тщательно ее изучать у меня не такой капризный ребенок у меня есть время на изучение вещей которые мне нравятся и вот он родился у меня 1 июня весь июнь я готовилась к тому поедая кстати конфеты шоколадки через день вафельки просто пачечками запиваю это все горячим чаем с молоком потому что все равно ну вот хотелось и к тому же лактация к этому казалось бы ведет да и требуется организму как будто бы требуется организму сахар вообще управляет нашим мозгом и нам кажется что нам требуется некоторые виды пищи которые вообще нам не требуются на самом деле и вы понимаете что я это говорю метафора да то что сахар прямо управляет но тем не менее на собираю всю эту информацию я решила что попробую слышала о том что на 3 4 день отказа от сахара начинается настоящая ломка ее нужно пережить дожить до 8 9 9 дня становится легче первой недели самое тяжелое авто со второй недели уже все становится полегче но вы знаете я настолько прокачала свой свои знания о сахаре свой мозг что мне мне не случилось ломки я очень сахарозависимый человек так как люблю сахар я я не знаю кто еще моей семье и среди моих знакомых но не изменила я заменила на фрукты во время поедания большого количества сахара например в июне во время своей беременности да я еще там ела 2-3 финика в день это уже были такие полезные конечно продукты сладкие тут я стала есть 12 финик в день максимум 2 такой вот именно сахарной приторности все-таки мне не требовалось но это было не изначально это я к этому пришла уже вот сейчас когда я нахожусь уже на двадцать пятом дне без сахара я читаю этикетки покупаю растительное молоко допустим добавляю его в кофе и это всегда молоко без сахара на самом деле он спит не привлекает мое внимание это он так шумно спит естественно пока я сладкого сладкое хочу то есть я прохожу мимо магазина мороженого в италии вы знаете очень вкусное мороженое я знаю что там просто классное классное мороженое costa dora я думаю я представляю этот вкус я вспоминаю этот вкус я прохожу дальше то же самое я открыла для себя вкуснейшее миндальное молоко кстати где сахар находится уже на втором месте его огромное количество я очень полюбила в июне стала покупать я от него отказала сейчас покупаю молоко all pro вот есть без сахара в составе ладно без сахара написали на этикетке этому не верьте прямо вот большими буквами без сахара переворачивайте и читайте что на самом деле туда запихнули они туда могли сахарозаменитель положить которые на отказе от сахара тоже мы вообще исключаем все даже безопасные там стейвери тритол исключаем и когда действительно читаешь этикетку сахара нет покупаешь что пьешь молоко думаешь сладенького сюда но все но ты выпиваешь ты пытаешься прочувствовать вот этот вот вкус настоящего миндаля молока вот этих всех добавок которые есть в этом молоке кофе который там без кофеина например и как бы удовлетворить свои вкусовые рецепторы вот вот этим не обязательно всегда везде должен быть сахар и так же на в практике избавления от сахара например мы такие тянемся ой шоколад без сахара шоколад на стере мы покупаем этот шоколад нет мы не покупаем этот шоколад потому что все обман этот будет сладкий вкус мозг будет все но это воспринимать как сахар пытаться выбросить этот инсулин чтобы он поработал с этими сахарными молекулами до его переработал куда нужно отправила там сахарных молекул нет и вот получается у организма какой-то какой-то сбой я не против сахарозаменителей и когда я выйду через сорок два дня вот изначально 4 июля я начала свой марафон он мне продается до 25 июля с 25 начала следующий марафон по моему 14 августа закончится следующий марафон и в общей сложности будет 42 дня я решила все таки привычку свою подкрепить то я вернусь к некоторым видам опять безопасных сахарозаменителей но буду их употреблять уже не каждый день уже там не класть их в чай или там во фруктовый чай или в какие-то там смуси домашнее полезное мороженое фруктовое да но иногда к выпечке в выпечку добавлять до ложку на целый может быть пирог который мы будем вдвоем есть три дня ложку там столового какого-то не очищенного нерафинируемого сахара нужно адекватно относиться мне кажется все равно к данным продуктом если чуть-чуть то не так страшно тут действительно небольшое количество и добавлять какой-то подсластитель который просто усилит вкус этого сахара но в итоге вместо там стакан сахара на данный пирог который стандартный обычный домашний сколько там идет обычно сахара когда мы печем любой пирог будет астакан так у 200 грамм да то у меня будет уходить допустим столовая ложка с горкой хорошего качественного сахара и там несколько крупинок 2 чайные ложечки сахарозаменители и в итоге и инсулин будет не обманываться нужен наш организм будет не обманываться нормально перерабатывать этот сахар потому что если мы здоровы то сахар перерабатывается без проблем да что он содержится везде белом рисе он содержится в овощах он содержит фруктоза там во фруктах просто это более полезные виды сахара да они вот эта чистая фруктоза порошковая которая который нам предлагают заменить белый рафинированный сахар белый рафинированный фруктоза что еще хуже кстати так вот если он содержится в вашем тортике в таком мизерном количестве то я думаю никакого ряда он точно не принесет здоровому организму но главное подходить конечно к питанию осознанно и вот слово сахар и осознанность они вообще никак не вяжутся в одном предложении и чтобы подходить именно осознанно к питанию и питаться может быть интуитивно и осознанно опять же понимать что мы кладем в себя мы то что мы едим кстати это действительно так нужно сначала почистить вот все это почистить и поэтому я на 21 день в итоге на 42 дня полностью очищаюсь очищаю свои вкусовые рецепторы меняю свои привычки это может показаться кому-то жестко это может быть сложно я была готова к этим сложностям только где казалось не так уж и сложно потому что все сложности у нас голове голову уж я так себе прокачала данной информацией о вреде сахара что прям ну хочу но иногда приснится что я ем белый шоколад но я уверена если я возьму кусок белого шоколада у меня уже так не удовлетворит как раньше потому что от эта привычка она осталась голове если мы прокачиваем свою голову то тут уже можно начинать говорить об осознанном питании каком-то вообще об осознанности во всем что мы делаем и я думаю что к этому нужно стремиться и можно начинать с малого и казалось бы почему так много сейчас блогеров пешники все зожники уже так вам наверное оскоме набили эти слова вот пп рецепты не все там что-то пытаются тренироваться пытаться чего-то отказаться один предлагает там кето диету рассказывает какая она классная второй предлагает белковую диету третье еще какую-то диету диеты запреты но это не совсем на это то что ведет все таки к осознанности я понимаю что я сахар отказалась временно на большой промежуток времени больше чем на на месяц я понимаю зачем я это делаю то есть я что я тем самым не выработаю себе такую привычку как считать что она работает с 21 день и я не откажусь от сахара навсегда я не ставлю такие вот высокие цели не ставлю маленькие цели я сегодня прожила без сахара я я молодец и завтра прожила без сахара и через неделю опять поняла что три недели я не им сахар я большая умница я молодец я только лишь восстанавливаясь в организм восстанавливаю свою микрофлору возвращаю себе вкус к еде реальный чищу мои вкусовые рецепторы вырабатываю новые привычки потреблять больше полезных фруктов меньше мусора пищевого потому что сподившись вот решив отказаться от сахара ваш холодильник и вашу кухню покинут многие мусорные неполезные продукты которые не являются сладкими но которые содержат в себе сахар и вы уже подходите к этому серьезно и это естественно большой плюс потому что чтобы поддерживать вот эту сытость в своем организме чтобы не было инсулиновых качелей вы все-таки будете смотреть в сторону не очищенных рафинированных продуктов крупу а там овсянки долговарки не знаю риса белого вы будете смотреть сторону не очищенных продуктов более таких жестких более не очищены бурый рис черный рис овсянка там который варится по 40 минут который действительно в своих этих оболочках содержит большое количество полезных нам минералов витаминов в кожуре и во всем вот этом вот да и к тому же предлевает чувство чувство сытости продлевать чувство сытости помогает нашему организму прекрасно работать и очищаться эти вот пищевые волокна не являются пробиотиками и ими питается уже не не близнецветная флора который питается сахаром а именно та самая которая нам нужна который поддерживает наш иммунитет отказ от сахара ты к тому же высокий иммунитет это прекрасный там ежедневный не непрекрасный но правильный ежедневный стул да извините за такие подробности это очищение там от токсинов и так далее повышаемое количество потребляемой жидкости и вперед поэтому посмотрю уже что видео затянулось не думала что буду снимать его так долго сейчас конце просто для вашего тоже развлечения я покажу раньше всегда завтракала сладким я вам покажу примерные завтраки которым я перешла более такие полезные да на данный момент может быть я сейчас снова буду менять и завтраки и поменяются но на самом деле те завтраки которых после которых не долгое время не хочется есть я чувствую уровень энергии от меня выровнялся то есть нет вот таких качель у меня вот более все ровно становится и некоторые рецепты я не буду наверное пока снимать на своем канале я этими рецептами делюсь в своей группе как я предыдущем видео с гор уже рассказывала о том что я набрала свой марафон ко мне пришли девчонки которые также решили отказаться от сахара и сейчас мы находимся в марафоне то есть пройдя вот свои 21 день я вместе с ними ушла на следующий марафон чтобы найти поддержку чтобы поддержать других я объявила марафоне и ко мне пришли люди абсолютно бесплатный марафон и там я уже делюсь данной информацией и не только этой информации делюсь уже рецептиками безопасных сладостей можно просто взять банан можно брать финик можно взять какие-то сухофрукты изюм из этого всего создать прекрасные пироги ну торты сложно пироги и печенье какие-то десерты в стаканчиках великолепные получаются мало сладкие десерты но действительно мы ощущаем вкус вот всех полезных продуктов которые там содержатся не прикрытые вот огромным количеством сахара или сахарозаменителей поэтому присоединяйтесь ко мне давайте бойкотировать сахар производители будут видеть что происходит что продукты содержащие скрытый сахар у них продаются плохо и может быть начнут понимать что стоит нас уже с этой сахарной грыл и снимать и уже переставать сыпать этот рафинированный сахар куда только можно и нельзя и наши продукты станут чище мы можем изменить я думаю очень много один нет а все да естественно все вместе вот ну это такая моя теория в которую я на самом деле верю кто-то начал катать бойкотировать здесь пальмовое масло и в итоге когда я приехала в италию только это все движение начиналось содержалась там не содержалась там на упаковках писали без пальмового масла прожив здесь восемь лет я вижу что ничего уже на упаковках не пишут про пальмовое масло в составе его просто нет но она испарилась и пальмовое масло в итальянских продуктах можно найти не в итальянских продуктах а именно продуктов привезенных из германии из стран азии и так далее почему говорю из германии ну потому что хожу в некоторые Такие немецкие дискаунты, супермаркеты, именно немецкие и австрийские продукты еще иногда там могут содержать в себе пальмовое масло. Это я сейчас говорю именно об Италии. В Италии все почистилось. Максимум самое неполезное масло, которое можно найти в некоторых продуктах, это подсолнечное. И то оно так относительно, в зависимости от того, как его очистили, не очистили, является оно полезным или является оно вредным. Но пальмовое масло, например, ушло. Потому что непосредственно мы, потребители, задали данный запрос. И производителям ничего не оставалось, как пойти навстречу и убрать это дешевое, очень вредное, токсичное масло из наших продуктов. И все. То же самое, кстати, можно сделать и с сахаром. Спрос рождает предложение. Пока мы радостно будем потреблять килограммами сахара, то нам его и будут везде сыпать. В конце я сейчас выставлю какие-то кусочки из того, что я снимала в течение своих 21 дня без сахара. Но там не так много. И примеры своих завтраков. Сегодня на завтрак у меня кофе с миндальным молоком и кокосовый йогурт с семенами чия и фруктами. Прям так много фруктов у меня здесь сегодня. Нет, на самом деле у меня очень маленькая чашечка, поэтому все не поместилось. Сейчас можно так все перемешать и будет очень-очень вкусно. Семена чия просто на ночь засыпала в йогурт и получился вот такой очень густой пудинг. Такой прекрасный пудинг шоколадный у меня получился. Я украсила его стружкой кокосовой. Посмотрите, какая текстура шикарная. Чем жирнее молоко возьмете, тем будет интересней. Завтрак у меня сегодня кофе на козьем молоке, как обычно. И запеченное яблоко с начинкой. Здесь внутри я смешала, чтобы сделать начинку, изюм, грецкий дробленый орех, корицу и немного масла ги. Вытащила серединку, начинила яблоко и где-то минут 35 его запекала на 180 градусов. Сейчас буду пробовать, что у меня получилось. Начну с яблока, может быть мне захочется еще что-то перекусить. Тогда я возьму кусочек хлеба и сыра. Если яблока будет недостаточно. Итак, мой завтрак. Это тост из цельнозернового хлеба. Поверх я намазала его лиетом из красной рыбы. Из красного лосося, который приготовила сама. Делается очень просто. Отваривается рыбка, разминается вилкой, обязательно не блендером. И добавляется сливочный сыр. Ну, там, знаете, типа Филадельфия. Но так как я понижаю количество употребляемой молочной продукции, именно из коровьего молока, я практически ее не употребляю в последнее время, то я заменила этот сливочный сыр на очень вкусный соевый сыр. Он такой же по консистенции кремовый. Очень-очень вкусно получается. Конечно же, там соль, перец. Можно зелень порубить в этот риет. Как прекрасно идет намазка на ужин, так и на завтрак. Белок, сами понимаете. И также маленький кусочек такого плоского пирога. Этот пирог из моего марафона. Я там буду делиться рецептом со своими участницами. То есть, в общем, это нежный песочный корж. Поверх идет арахисово-финиковая карамель. И все это покрыто ганашем и 100% черного шоколада. Очень вкусно. Ну и, конечно же, безкофейновый кофе с козьим молоком. Вот такой сытный у меня завтрак сегодня. И соленый, и сладкий. Ну, потому что очень скоро я иду в бассейн с сыном. Сейчас еду к подруге в гости, сделаю ей простой фруктовый тортик. И что вы думаете? Я попробовала крем или какой-то вкусный кусочек коржа, как это обычно бывало. Нет, нет, нет. Даже работая с сахаром, работая со сладостями, но настроившись на челлендж, В общем, живя в правильном русле без сахара, можно спокойно делать торт, ощущать эти все ароматы ванили, лимонного крема и так далее. И не сорваться. Очередной несладкий завтрак. Сегодня у меня просто тосты с цельнозернового хлеба, маленький кусочек авокадо и кусочек малосольного лосося. Вчера купила свежий, засолила сама. Ну и, конечно же, безкофейновый кофе с молоком. С козьим молоком. Спасибо, что досмотрели это видео. Длинное видео до конца. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Задавайте мне какие-то ваши интересующие вопросы внизу в комментариях. Комментируйте, просто пишите, чем вы согласны, с чем вы не согласны. Может быть, у вас есть какие-то дополнения. Делитесь своим опытом. Мне будет очень приятно. И другим моим зрителям также будет очень полезно. Всех обнимаю. Желаю отличного настроения, прекрасного здоровья, красивой фигуры. Всего самого-самого доброго. И всем пока. Продолжение следует...